шаббат шалом дорогой друге мы вновь начинаем наш выпуск и как здорово что ты сегодня с нами пусть сегодня будет очень интересная тема то что участвую в этой теме пиши лайка и пусть бог тебя благословит но перед началом и каша помолимся дорогой господь спасибо тебе за это время мы благодарны тебе за то что ты собрал нас дай господь нам сегодня услышать то что ты хочешь сказать аминь всем привет ребята давайте прославим нашего бога в танцах поэтому поехали бог искупил нас и поем что прощенный твой огонь горит внутри наш огонь горит внутри нас не остановишь за тобою мы бежим твой огонь горит внутри наш огонь горит внутри свободу нам дал разбиты все оковы милостью бога истинный путь укажи божье слово бежим твой огонь горит в твой огонь горит в твой огонь горит внутри ничто не сможет угасить свободу нам дал и вся слава богу бог воскресил нас и живем мы для него эту страсть не угасить нашу страсть не угасить нас не остановишь за тобою мы бежим твой огонь не угасить огонь не угасить наш огонь не угасить свободу нам дал разбиты все оковы милостью бога истинный путь укажи божье слово на небо легкие непальсище выгBM твой огонь что теперь горит внутри ничто не сможет угасить свободу нам дал и вся слава богу Бenn-lah ven к Й clearly кaut tip о бет哪 в predic i Был погребен ты, но воскрес Мы славим, славим Так возлюбил ты этот мир Так возлюбил и будем петь Мы славим, славим Будем славим Свободу нам дал разбиты все оковы Милостью Бога Истинный путь укажет Божье Слово В небо дорогу Свободу нам дал разбиты все оковы Милостью Бога Истинный путь укажет Божье Слово В небо дорогу И огонь, что теперь горит внутри Ничто не сможет угасить Свободу нам дал и вся слава Богу Итак, дорогие ребята, мы продолжаем с вами изучать жизнь апостолов И на прошлом уроке мы изучали жизнь апостолов Варфоломея Или, как его еще по-другому называли, Нафонаила Сегодня мы с вами посмотрим на жизнь Симона Канонита Из Евангелия мы видим, что он был призван с самого начала Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Иоанна И интересно, во второй главе записано, что на третий день был брак в Кане Галилейской И мама Иешуа была там Был также зван Иешуа и ученики его на брак Тук-тук, можно войти? Привет, мама! Как ты, я скучал! А как я скучала! Так давно тебя не видела! Ты плохо ешь? Я хорошо питаюсь Эти люди помогают мне с продуктами Здравствуйте! Вы ученики? Да, мои ученики И голос веселья Голос жениха И голос невесты Голос радости Голос веселья Голос жениха И голос невесты Благословен ты, Господь Бог наш, Владыка мира, сотворивший плод виноградной лозы Аминь Наливайте поменьше Вот так На три четверти Попросит еще, отвечайте, что сейчас вернетесь Но не возвращайтесь Поняли? Фома Что такое? Сынок Андрей, даже моя мама пойдет танцевать по песне Мириам У них кончилось вино Но сегодня только первый день Да, и оно кончилось Ни капли нет Почему ты это мне говоришь? Нельзя, чтобы праздник кончился вот так И семья Асира была унижена Друзья Идите к остальным, я сейчас Мама Мое время еще не пришло Если не сейчас То когда? Прошу Делайте то, что он скажет Наполни кувшину водой Ты точно понял, что она сказала? У нас кончилось вино, а не вода Они по размеру такие же, как ваши амфоры? Если до краев наполнить То вина будет примерно столько же Если кузнец хочет переделать подкову Или лемех Или крюк для очага Ему просто нужно разогреть металл в огне И поменять форму по своему усмотрению Готово Пожалуйста, выйдите все И ты, Фома, ненадолго Пожалуйста, увидите все Когда начинаешь резать камень, обратного пути нет. Одно твое решение цепляется за другое. То, что было бесформенной глыбой известняка или гранита, начинает долгий путь превращения. И глыба меняется навсегда. Я готов, отец. Налейте в бокал и отнесите распорядителю. Они хотели освобождение Израиля от римского гнета, от римской власти. И они были настолько ревностными, что они свергали орлов, которые римляне ставили в храме. И они не хотели, чтобы римляне угнетали Израиль. Они хотели, чтобы Израиль был свободным. Каждый человек стремится к свободе. Изилоты — это были патриоты, возможно, как революционеры сегодня. Как вы думаете, патриотизм — это хорошо или плохо? Патриотизм — это не ненависть. Это любовь к нашей Родине, которая, возможно, даже на какие-то жертвы. И вот Симон Канонит, он был как раз вот таким ревнителем закона, который мечтал о свободе для Израиля. Итак, мы видим с вами, что о Симоне Каноните не так много сказано в Евангелиях. Мы знаем, что он родился в Кане Галилейской, но собрание устных и письменных источников, призванных Церковью истинными, сообщает, что Канонит был одним из сыновей Иосифа, названного отца Иешуа. То есть Иосифа и Соломии было четыре сына. И Симон Канонит, возможно, был как раз один из сыновей Иосифа. И об этом мы читаем в Кане Галилейской, когда произошло чудо. То Симон Канонит, возможно, у них с Иешуа поначалу были какие-то противостояния, потому что отец поровну разделил имущество. И если посмотреть на Симона Канонита, то, возможно, его профессией тоже был он плотником. Потому что мы знаем все, что Иосиф, он был плотником, и об этом говорится, что Иешуа был сын плотника. И, наверное, как все сыновья, они были плотниками. И Симон Канонит, возможно, точно так же, как и его отец, обучался этому ремеслу. Итак, мы видим, что после брака в Кане Галилейской, и эти источники утверждают, что как раз именно это и была хупа, свадьба Симона Канонита, что когда произошло вот это чудо, и мы помним в этой истории, которая записана в Евангелии от Иоанна во второй главе, вы можете ее прочитать целиком, когда у них закончилось вино, то мама Иешуа Мария, она подходит к Иешуа и говорит, что у них закончилось вино. На что ее сын, он отвечает, что тебе и мне до этого. Но мама попросила Иешуа сделать что-то. И она приказала слугам, говорит, то, что он вам скажет, то и делайте. И мы помним это чудо, когда Иешуа, он подошел к кувшинам, где набрана была вода, и он попросил виночерпия зачерпнуть эту воду. И когда этот слуга зачерпнул эту воду, то там уже была не вода, но там было вино. И когда это вино подали на стол, то все удивлялись, насколько оно было хорошего качества. И признаком Израилей было на свадьбу угощать вином. Это символ того благополучия и изобилия. И мы понимаем, что, возможно, Симон Канонит был настолько беден, что на середине свадьбы у него уже закончилось это вино. И если бы люди узнали, что у него нет вина, это был бы большой позор для него и для его будущей семьи. Поэтому Иешуа, он предотвратил эту беду. И мама Мария, она увидела, что назревает что-то неприятное. И она вмешалась. И это первое чудо, которое случилось в жизни Иешуа, из которого начинаются чудеса, и потом происходят исцеления и знамения. И оно происходит как раз в Кане Галилейской. Первое чудо — превращение воды в вино. И оно происходит как раз на свадьбе на хупе Симона Канонита. После этих событий вера Симона Канонита настолько утвердилась, что он последовал за Иешуа и стал одним из его учеников. Где же проповедовал Симон Канонит? После воскрешения Иешуа мы знаем, что ученики бросили жребий, и каждому ученику выпал жребий, кто куда пойдет. Симону Канониту и Андрею выпал жребий проповедовать на Кавказе. О чем мы знаем, что это Черноморское побережье, и Андрей пошел дальше на север и проповедовал с киевским народом, то есть нам. А Симон Канонит остался дальше проповедовать на Кавказе. Он поселился в одном из ущелий и проповедовал до 107 года. Мы знаем, что все ученики умерли мученической смертью. И Симон Канонит, он не был исключением. Языческие народы, которые в то время жили, они, конечно же, слушали его. И мы знаем, что сейчас Кавказ, это в большей степени христианская страна, благодаря Симону Канониту, и до сих пор там находятся церкви, и они считаются самыми древними церквями. И Симон Канонит, он остался на Кавказе и проповедовал в Абхазии, Иудее и Египте. Возможно, он также был с Иудой Фадеем в Персии. Симон Канонит проповедовал до 107 года. В 107 году его казнили, и он был заживо перепилен пилой. Мы должны помнить, что Евангелие, которое мы сегодня читаем, все апостолы, они принесли большую цену и отдали себя в жертву на служение Господу. И Симон Канонит, он достойно совершил служение. Пусть Бог благословит тебя быть верным до самого конца. И еще я хотела напомнить и сказать, что символом Симона Канонита была рыба на Библии. Почему рыба? Возможно, потому что он проповедовал на Черноморском побережье, поэтому это связано как-то с рыбой. Пусть Бог благословит тебя. Папа, ну все, пришло время для викторины. Сейчас проверим, сколько хорошо ты слушал. Поехали. Первый вопрос. Зилоты это. Патриоты Израиля, ревнители законно или послушные граждане? Второй вопрос. Симон Симона Канонита это крест, корзина, рыба на Библии. И третий, последний вопрос. Где проповедовал Симон Канонит? В Абхазии, Ливии, Египте. На этом викторина закончилась. Если тебе нравятся наши выпуски, делись ими со своими друзьями и не забудь поставить нам лайк. Ну все, пока. Дорогие друзья, и сегодня мы говорили об ученике Симон Канонит. И знаете, интересно, что все они были люди и до призвания Ишоа каждый занимался своей профессией. Кто-то был плотником, кто-то был рыбаком, кто-то, возможно, был архитектором по истории. И знаете, что Симон Канонит, также он погиб мученической смертью, был перепиливаемым. И то, что вы уже слышали сегодня в уроке, то, что мы сейчас слышим, Слово, оно досталось очень большим трудом. То есть оно просто про... Каждый ученик, он просто умер для того, чтобы мы услышали это Слово. И пусть Бог благословит нас ценить то, что мы имеем, дорожить, ценить, и просто радоваться о том, что мы имеем это Слово в нашей жизни. И пусть Бог тебя благословит. Аминь. Слово.